добрый день уважаемые зрители канала газета садовод видео укроп одна из наиболее любимых в питании человека овощных культур удивительно но ежедневное потребление его ну конечно же в небольших количествах не может надоесть поэтому эту культуру широко выращивают практически повсеместно к условиям среды укроп весьма требователен ему необходимы почвы хорошо оккультуренные с высоким плодородием не кислые и не засоленные на плодородных почвах подкормок укропу не потребуется для этих целей под перекопку осенью вносят 24 килограмма перегноя или компоста по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия на 1 квадратный метр если вы не применяете минеральных удобрений на своем участке то весной в почву внесите древесную залу 100 200 грамм на 1 квадратный метр в древесной зале содержится калий фосфор и все необходимые микроэлементы конечно для нормального развития укропа необходим и азот но с внесением азотных удобрений будьте аккуратны и соблюдайте нормы культура отличается сильным накоплением нитратов особенно при избытке азота в почве укроп светолюбивая культура при затенении происходит побледнение окраски листьев ослабление стебля снижение количества эфирных масел кроме того одной из причин накопления нитратов является и затенение возможно выращиванию культурой в качестве уплотнителя с другими культурами которые не могут сильно затенять друг друга можно выращивать укроп и в теплицах но выращенный в теплицах укроп бывает менее пахучим хорошими предшественниками укропа являются горох капуста ранняя огурцы помидоры недопустимыми морковь и сам укроп растение укропа холодостойки сходы начинают появляться при температуре от плюс 3 градусов и переносят заморозки до минус 6 градусов поэтому сеют его рано как только сойдет снег посев можно проводить с интервалом 7-10 дней и тогда мы получим зеленый укропный конвейер в течение всего сезона как основную культуру укроп можно сеять дважды второй посев в первой декаде июля семена укропа сухими можно сеять и под зиму при этом семена стратифицируются в почве раньше прорастают на почве пропитанной талой водой на освещенных солнцем и прогреваемых участках а урожай можно получить на две недели раньше чем при весеннем посеве оптимальная температура для прорастания плюс 15 18 градусов а для роста зелени плюс 18 плюс 22 семена относятся к мелким масса 1000 штук составляет полтора два с половиной грамма всхожесть семена укропа сохраняют 2-3 года подготовка семян укропа к посеву весенние и летние периоды аналогично подготовки к посеву семян моркови о чем мы говорили в фильме подготовка семян моркови к посеву сеют укроп сплошным способом когда семена равномерно рассыпают по поверхности почвы а затем обильно поливают и и редками при этом делают бороздки глубиной 1-2 сантиметра поливают их горячей водой затем бороздки слегка посыпают золой и сеют не загущая посевы затем бороздки засыпают и слегка уплотняют для лучшего соприкосновения семян с почвой очень важно чтобы после посева почва была постоянно влажной но не переувлажненной я весной приезжаю на дачу только по выходным и чтобы сохранить тепло и влагу накрываю посевы старой полиэтиленовой пленкой и прижимаю пленку кирпичами если погода стоит солнечная то дней через 7 прежде чем появятся всходы пленку необходимо снять так как в жаркий солнечный день молодые всходы могут не перенести высоких температур под пленкой и заключение хочу еще раз напомнить что культура отличается сильным накоплением нитратов особенно при избытке азота в почве затенение и нарушениях в агротехнике больше нитратов содержится в стеблях и меньше в листьях а я желаю вам хорошего и экологически чистого урожая заходите на наш сайт газета садовод точка ру и подписывайтесь на наш канал газета садовод видео удачи вам удачи вам